Добрый вечер, дорогие друзья, с вами снова Алан Зар. Как я и обещал, мы будем продолжать с вами проходить полюбившуюся нами ностальгическую рубрику, посвященную предыдущим демо-версиям игры Титани в честь и слава. Это уже вторая демо-версия, демо-версия 2.0, которая вышла в далеком 2016 году, то есть уже через год после выхода первой демо-версии. Итак, пройдем с вами, повспоминаем, сделаем некие параллели относительно того, какие были изменения со времен первой демо-версии. И, надеюсь, мы получим маломальски хоть какое-либо наслаждение. Ну что ж, начнем. Кстати говоря, хочу сказать огромное спасибо всем ребятам, которые поддерживают мои прохождения. Я читаю ваши комментарии, это меня вдохновляет на новые свершения. Так что будем стараться развиваться и дальше. Спасибо вам. Так, получается мы попали в вестибюль, но с противоположной стороны. Предыдущая демо-версия, она начиналась с противоположной стороны ресепшена. Так, что тут у нас? Ну все, в принципе, здесь идентично, как и было. По крайней мере, можно заметить уже, что фортепиано, которое стояло вот в этом углу, да, оно уже здесь не стоит. Оно теперь стоит на противоположной стороне. Кстати говоря, в предыдущем прохождении я немножко ошибся. Не в том углу находилась фортепиано, а его перетащили уже на противоположную сторону судна. Соответственно, это его более-менее реальное местоположение. Тут тоже можно видеть вот эту потрясающую резьбу, отражение лакированного дерева. Это просто что-то с чем-то. Ладненько, пойдем дальше. Давайте-ка глянем, посмотрим, что у нас на тот период изменилось со столовой. Я так понимаю, что доступа пока к ней у нас нету, но уже был прогресс относительно сервиса. То есть, наконец-то уже ложки в вилки удосужились расставить. Жалко, на тот период уже доступа не было, но ребята оттягивали как только могли. Освещение такое же стоит, как и в предыдущей демо-версии. То есть, пока что с этим не заморачивались, занимались текстурками. Ну, тут, как можете видеть, тоже никаких изменений особо не было. Все было, в принципе, так же, как и в первой демо-версии. Так, откуда начнем? Давайте-ка для начала спустимся вниз, посмотрим, что у нас есть. Тут Scotland Root, я так понимаю, еще не в доступе. Тут уже не в доступе. То есть, здесь уже товарищи-разработчики занимались доразработкой. Здесь уже начали переименовывать, в принципе, почти все двери на лайнере. Так, мне интересно посмотреть, какие изменения уже были в турецкой бане. Так. Ну, здесь уже немножко такое освещение, как будто немножко оранжевым попахивает. Если в предыдущей демо-версии свет имел своего рода такой блестящий оттенок, здесь он такой немножко уже мутноватый. Ну, здесь, в принципе, все так же, какие было в первой демо-версии. Тоже ребята тут просят, жертвуйте ради всего святого. Так, вот здесь у нас, получается, я не знаю, в предыдущей демо-версии мы смотрели и заходили сюда. Мне кажется, тогда не было доступа в эту кабинку. Ну, получается, электрическая баня. Вот сюда мы уже не можем попасть. В третьей демо-версии у нас будет возможность глянуть уже, так скажем, на персонажа, который там лежит. Так. Кстати говоря, тут тоже у нас, как видите, расписание, когда можно женщинам, когда можно мужчинам. Женщины в основном утром до часу, джентльмены с двух до семи. Так. Ну, и тут кое-какие еще коррективы относительно... Кстати, еще, получается, можно с 10 до 11 женщинам потусить. Интересно, ради каких целей. Не будем, так скажем, впадать в подробности. Тем не менее. Так. А вот эта табличка, я так понимаю, она специально здесь висела для того, чтобы пассажиры... Могли, по крайней мере, понимать. Потому что же лайнер, он же путешествовал уже с одной... С одного часового пояса на другой. Соответственно, нужно было расставлять, насколько часов, через сколько времени можно отмотать время назад. Понятно, да? То есть, через 49 минут нужно отмотать время на час раньше или позже. Ну, вот такая вот история. Так. О, кстати говоря, теперь уже с этой стороны... Коридора занавес убрали. Но пройти мы пока что не можем здесь. То же самое, вероятно, с противоположной стороны. Так. Да, скорее всего, тоже. Пока что доступа здесь нет. Мне так нравится, как солнечные лучи попадают вот в это помещение. Это просто что-то невообразимое. Красота какая-то. Музыка какая-то. Не знаю. Навевает тревогу. Такое чувство, как будто действительно что-то может произойти. То, что скрыто от глаз. Кстати говоря, может, я раньше и не говорил, но я являюсь прямо ярым поклонником творчества Джеймса Хорнера. Как вы знаете, Джеймс Хорнер – это и есть тот самый композитор, который написал саундтрек к фильму «Титаник». Но, конечно, моя любовь началась еще не с этого фильма, к его музыке. Я полюбил его музыку еще со времен фильма «Троя». То есть, конечно, «Троя» вышла чуток позже, чем «Титаник», но саундтрек, конечно, просто берет за живое со всех сторон. И, между прочим, в его музыке в каждом фильме, да, в принципе, мне кажется, это черта каждого композитора, который делает фильмы, тот же Хан Зиммер и так далее, у них все-таки есть кое-какие общие нотки, которые проскальзывают то в одном фильме, то в другом фильме. Скажем, у того же Джеймса Хорнера, их же было несколько, много таких фильмов, где он использовал вот эту фортепианную, фортепианное сопровождение характерное, получается, «200-летний человек» фильм, «Легенда осени», ну, вот таких очень много было фильмов. И, конечно, кульминацией всего этого, я считаю, все-таки альбом на фильм, ну, саундтрек фильма «Титаник». Особенно я был поражен, какие были прекрасные музыкальные произведения, скрытые от нас целых, там, 20 лет. Вот когда в 17-м году вышел полный сборник саундтреков, да, там такие были произведения, что я периодически их включаю, чтобы, вот, когда я делал какие-то работы, да, скажем, ну, там, отчет или что-то, вот, я включаю и просто, как своего рода, я не знаю, как это назвать, антидепрессант для меня, вот, подобная музыка. Спасибо этому великому человеку за вот эту великую музыку, царство ему небесное. Так, тут у нас, получается, есть открытые коридорчики, интересно, туда мы сможем попасть? Нет, сюда мы тоже не можем попасть. Тут особо, я так понимаю, ничего и не открывали. Здесь просто нам дали возможность, по крайней мере, посмотреть, какие помещения будут в доступе в будущем. Даже, посмотрите, плитка на полу, насколько она реалистичная, прям отражение. Такое ощущение, как будто ходишь по реальному полу. А, кстати говоря, вот эта фотография, это фотография одного из консультантов игры Чести и Слова, консультант разработчиков Парк Стивенсон. Он занимается Титаником энное количество лет. Он, соответственно, занимался еще консультацией Джеймса Кэмерона при съемках фильма Титаник. Ну, короче, одним словом, фанат, фанат, фанат. И недавно, сколько, уже год назад, я делал, получается, несколько озвучек по его нескольким комментариям относительно его мыслей, что могло помешать увидеть айсберг в ту роковую ночь. Так, ну, здесь уже можно, между прочим, пройтись по каютам. Просмотреть, кто где проживал. Ну, мы знаем вот эту каюту. С-57 и Сидош Траус здесь проживали у нас. Так, ну, здесь не все двери проименованы. Так, посмотрим здесь, что у нас может быть в доступе. Насколько помню, здесь какая-то каютка все-таки была открыта. Могу ошибаться. Честно, я вот эту вторую демоверсию проходил еще когда? В 2020 году на ноутбуке. И было так косячно, так тормозило, что, конечно, жесть. И, тем не менее, что-то я припоминаю. Так, здесь у нас... Так, уже каюточки. Так, ладненько, здесь мы пройдем. Ну, это, кстати, понятное дело, схемы всех помещений и кают на палубе С. Ну, по крайней мере, уже вот в этой демонстрации мы вполне себе можем оказаться на вот этой парадной лестнице. в предыдущей демоверсии мы не могли даже попасть не то, что на носовую, на кормовой отдел, да? Соответственно, вот во второй демоверсии кормовой отдел был в доступе. О, кстати говоря, здесь тоже у нас в доступе каюты. Тут, получается, у нас хирургическая, то есть где-то хирург. Абитал. О! Какой-то коридорчик у нас. Сейчас надо будет пройти по нему. Смотрим, что есть у нас интересного здесь. Я так понимаю, вот эти... Да, вот эти двери, что с этой, что с той стороны, они вели на променад второго класса. То есть мы, по сути, выходили наружу. Я надеюсь, уже в последней альфа-демоверсии мы уже сможем с этой стороны выйти наружу и посмотреть, что у нас там есть. Оттуда можно, между прочим, попасть еще в курительную третьего класса. Там недалеко топать. Так, давайте-ка поднимемся наверх, посмотрим, что у нас здесь. Вот эта картина уже более-менее выглядит как картина. От нее ничто не отражается. Но все равно это просто картинка. Это не текстура, как маслом написанное. Да, опять же, вот эти фальш-отражения в окнах, в зеркалах и так далее. По крайней мере, уже мы могли посмотреть на вот эту вот красоту. Между прочим, я так понимаю, на носу лайнера, на парадной лестнице, на носу судно-купол все-таки был чуток больше, чем на кормовой парадной лестнице. Так. Между прочим, обломки вот этой парадной лестницы, ну и не только парадной лестницы, но и купола, их на дне океана просто-напросто не смогли обнаружить, потому что эта секция была разрушена после разлома. Соответственно, здесь еле-еле что сохранилось. Хотя, мне кажется, какой-то из ангелков, мне кажется, вот этот ангелок удалось поднять на поверхность, потому что он все-таки относительно маленький. На носу, на парадной лестнице на носу, там ангелок был все-таки чуток больше. Его, мне кажется, обнаружить не удалось. Так, заходим в кафе Паризин. Ну, мы с вами вот здесь посреди океана. Между прочим, если вспомните последнюю демо-версию, помните, насколько вода там насыщенно выглядит, насколько качественно, да? Ну, вот здесь видно, что еще не доработали. Хотя, мне кажется, что, учитывая, как сильно тормозит последняя мега-демо-версия, да, неудивительно, что... В принципе, неудивительно, потому что там вода выглядит гораздо качественнее. Она жрет ресурсы видеокарты гораздо жестче, чем вот эти все текстуры на лайнере, на модели лайнера. Мы понимаем, конечно, ребята хотели достоверно показать воду, но это такая вот оказия, честно сказать. Реконструировать воду, тем более фотореалистично. А, кстати говоря, вот здесь у нас еще одна пасхалка. Это фотография бывшего директора разработчиков игры Титани Честислава, Тома Лински, если кто знает. Мы с ним периодически переписываемся. В основном по праздникам, сразу скажу. Если кто не в курсе, еще раз повторюсь. В предыдущем прохождении я, так скажем, слегка отрекламировал. Скоро выйдет его игра, которой он занимается сейчас с одной, так скажем, командой разработчиков про Лузитанию. Про лайнер Лузитанию, которая подорвалась на мини в 2015 году, если не ошибаюсь. И, соответственно, если есть у вас искреннее желание, можете купить ее на Steam вскоре. Насколько я не знаю, еще пару месяцев точно подождать надо будет. Посмотрите, какие лучи прекрасные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне кажется, знаете, что освещение все-таки даже во второй демо-версии, даже во второй демо-версии, оно было гораздо качественнее, гораздо, я не знаю, стабильнее, нежели в последней демо-версии, которая выходила. Ну, здесь, в принципе, все так же с стандартом. Может, даже немножко освещения тут прибавилось. Ну, в связи с тем, что в первой демо-версии за окном была ночь, а сейчас уже день во второй демо-версии. Соответственно, здесь посветлее стало. Насколько же прекрасное это помещение. Одно из самых роскошных помещений – это ресторан а-ля карт. Правда, сказать, как только вспомнил, когда проходил первый раз мега-демо-версию, как тут выпадали текстуры и баги были. Кошмарные баги. То есть лайнер можно отсюда было видеть насквозь. Так, дальше пошли. Ну, здесь, я так понимаю, уже особо нигде не походить. Тут у нас больше доступа нигде ни к чему нету. Тут электрические каменчики стоят, обогреватели. Ну, вот здесь вот такие вот часики. Ничем не примечательные. Простенькие. Но все равно с долькой, с долькой вот изысканности. Но, конечно, до носовой, так скажем, до носовых, до часов до носовой парадной лестницы все-таки далековато. Даже вот здесь можно посмотреть на эти витражи курительного салона. Они все равно здесь, они красивые, красивые. Но все равно даже в третьей демо-версии они уже более детализированно воссозданы. Если что, запомните, мы, когда, может, завтра буду проходить третью демо-версию, посмотрите. И мы сравним с вами, какой был прогресс. Так, мы даже не можем глянуть за этой вот рекламки. Но я вижу, что там все размыто. Там просто идет отражение. Хотя, вы, может, припоминаете, может, в первой демо-версии мы могли посмотреть или не могли посмотреть. Я уже забыл, честно. Вроде вчера только делал стрим. Уже забыл. У нас была возможность заглянуть в курительный салон? По-моему, нет еще. Так. О, ну, у нас здесь уже, по крайней мере, есть доступ в каюты довольно известных людей. Это каюта Томаса Эндрюса, строителя Титаника, директора компании судостроительных Harland Envult. Честно сказать, не помню, вот этот парень кто такой. Не припоминаю. Вот примерно вот такие же вот схемы, они использовались даже в фильме Джеймса Кэмерон, когда вот герой, да, ну, актер, который играет Томаса Эндрюса, рассказывает капитану, что кораблю осталось жить меньше часа, да, ну, примерно час. Ну, и объяснил, какие были помещения здесь повреждены. Ну, и так далее, и так далее. Я бы хотел иметь дома вот такую вот схему. Между прочим, у меня где-то и есть в электронном варианте. Я уж думаю, может распечатать. Вот здесь мы можем ясно видеть машинное отделение и турбина, которая работает на центральный винт от остаточного пара. Машинное отделение было тоже довольно крупным. Двигатели были высотой с четырехэтажный дом. Но посмотрим, ребята, смогут ли вообще, в принципе, их воссоздать. Это очень кропотливая и тоже тяжкая работа воссоздать подобный механизм, и чтобы он еще при этом работал. Ну, если уж ребята здесь пока не додумали, как заставить лифты двигаться вверх-вниз, я уже про двигатели молчу. Так что подождем, посмотрим. Это, получается, коридорчик, который ввел в гостиную первого класса. Но здесь у нас пока что доступа нет. Так, давайте-ка вернемся. Посмотрите, какое красивое... Я хочу себе вот такую стетку дома. Настолько она прекрасная, настолько... Я вообще люблю лакированное дерево. Там дуб, неважно. Но лакированную мебель я обожаю. У меня дома в городе у родителей такая красивая лакированная мебель. Конечно, про непонятное дело пришлось раскошелиться не по-детски. Но, тем не менее, это удовольствие, когда у тебя дома есть такая мебель. Не вот эта искусственно замазанная фигня, которую сейчас в любом магазине можно купить. А вот реальную лакированную мебель из настоящего дерева, причем еще с резьбой. Если повезет приобрести такую. Это еще надо найти, где есть возможность такую мебель заказать. Между прочим, я помню, где-то три года назад проходил в один ТЦ. И там, где занимается, получается, ну там нашивками, всеми делами, да. Соответственно, там я увидел вот наподобие вот подобного туалетного столика. Но тут, конечно, был помассивнее. Там было три секции зеркала. И такая была резьба. Я сразу вспомнил. Как вы думаете, что? Титаник, конечно. Потому что, как только я вижу что-то наподобие, связанное с резьбой по дереву. И там были такие красивые вырезанные цветы. Между прочим, ноты были вырезаны. Я просто от такой мебели тащусь. Так. Ну, это, по-моему, получается, каюта пастора. Фотографа. Я уже, честно сказать, с именами немножко расклерозничал. Надо будет открыть все-таки книжки и повспоминать. Ну, получается, последние фотографии, которые мы знаем о Титанике, они сохранились благодаря вот этому человеку, который делал фотографии вот этим вот фотоаппаратом. Вот так вот. Прекрасный умывальник. Мраморный. Какая-то прекрасная кроватка. Смотришь и жалко. Ну, как это? Можно было все подтопить. Вот эту красоту. Между прочим, вот эта верхняя койка, ее можно было приподнять. Если она мешалась, да, вот здесь, получается, есть рычажок своего рода. А там снизу есть своего рода держатель. Вот так вот. Так, ну, вот здесь мы с вами уже более-менее прошлись. Здесь нам уже ничего особого не откроется. Посмотрите, как ангелок светится сзади. Прямо чувствуется. Хотя я видел вот модели, которые ребята создавали. Но ощущение, как будто это реальная бронза. Хотя не помню, то есть, из какого материала была сделана. Вот эти все ангелки из какого материала были сделаны. Может, медные они были. Но ощущение, как будто бронза. Ну, здесь та же история. Вот если здесь, например, время неправильно шло, да, и пассажиры это замечали. Они просто сделали звонок в эту кнопочку, и, получается, приходил стюарт, или кто-то из обслуживающего персонала, и вправлял время. Ну, и здесь, получается, у нас парикмахерская, и время работы. Так, давайте-ка вернемся к носу. Если я ничего не путаю, мы вроде бы с вами все прошли здесь. Это тот максимум, который предоставили нам во второй демо-версии. Конечно, если уж сравнить с третьей демо-версией, третья демо-версия нам дала гораздо больше, чем мы все ожидали. Но давайте уж вспомним, что, если я не ошибаюсь, третья демо-версия, она уже вышла где-то в семнадцатом году. Да, в семнадцатом году она вышла, я помню. Вроде бы я тогда работал в аптечной сети. И с тех пор, сколько прошло, 5-6 лет, да, уже, уже 6 лет. Ну, не знаю. Видимо, был какой-то переломный момент в разработке, да. Если были какие-то, вот, заметьте, какой был прогресс со второй демки на третью, да, за год всего лишь. Видимо, был какой-то переломный момент у разработчиков, то, что все-таки не было той активности, которую мы ожидали в первые годы разработки. Между прочим, если вы заметили, вот эти орешки, которые вот на этих столбах, они тоже своего рода, ну, просто вот пытались по максимуму сделать, прилепить, оставить. В последних демонстрациях эти орешки, они более детализированные. А что касается вот этих двойных ангелков, это уже позже выяснилось, что на самом деле на лайнере были вот такие двойные ангелки. В фильме Джеймса Кэмерона, по-моему, этого не было отображено, потому что, видимо, в тот период, когда снимали фильм, об этом не знали. Посмотрим здесь. Вот эта трубка, которая здесь вот стоит, да, это специальная трубка для тоже телеграмм. Получается сверху, если я не ошибаюсь, то ли с мостика, то ли откуда телеграммы по этой трубке попадали сюда, в корзинку черненькую, да. И, соответственно, пассажиры так или так получали информацию по своих родственникам отсюда, какие-то сообщения. Скорее всего, из радиорубки вот эти сообщения приходили по данной трубке. Ну вот так вот, ребятушки. Конечно, тут вот так понемножку потихоньку ходить и потихоньку обо всем вспоминать, это, конечно, очень интересно, но это довольно долго и занудно. Не хотелось бы портить впечатление от прохождения. Третья демо, конечно, она будет более насыщеннее, там будет что рассказать действительно. Здесь особо какой-то динамики и прогресса в разработке с предыдущей демо-версии нет, поэтому особо здесь дополнить нечего, если уж не вдаваться в самые крайние подробности. Так что, ребятушки, я думаю, что на этом можно, в принципе, опять же, заканчивать. Завтра будем проходить уже третью демо-версию. Она довольно обширная, довольно насыщенная, поэтому постараемся все сделать с один присест. Так что, спасибо вам за совместное прохождение. Всего вам доброго, до скорого. Продолжение следует...